Встречаем следующего нашего сфера. Линцина Ольга. Золотой директор в открытом звании старшего золотого директора. Добрый день, дорогие друзья. Огромно благодарны Сергею Владимировне за честь выступить на этой сцене. Немножко, конечно, преждевременно, потому что нового звания нет в процессе. Но я, воспользуясь этой сценой, обращаюсь к своей команде. Дорогие друзья, ни шагу назад, темп не сбавляйте, вперед к новым званиям. История успеха, история преодоления. В компанию «Рифлэйн» я пришла 12 лет тому назад. Поэтому я с благодарностью еще хочу произнести слова благодарности спикерам, которые уже выступали. Молодежь зажигает. Мы вам очень благодарны, потому что вы есть. Вы нас учите, мы у вас учимся, и вы нас мотивируете. 12 лет тому назад. В то время я была в режиме нон-стоп. Денег катастрофически не хватало. Двое детей. Цели были всегда амбициозные. Заложения у меня почему-то родителей. Я родилась в Европе, все детство провела в Германии. И поэтому как жить на такие доходы, которые у нас были в стране, я никогда не понимала. И я не отказывалась ни от одного предложения, которое мне приходило. Мне казалось, что я зарабатываю деньги везде, где только можно их зарабатывать. 24 часа в сутки у меня были заняты. Руководящая работа, собственный бизнес, второе образование, подработка по второму образованию, журналистика, писала статьи. То есть все, что могла, то я делала. И при этом мне все равно не хватало денег. Поэтому все предложения, которые ко мне приходили, я их рассматривала. Очередное предложение мне пришло от компании «Рифлей». Пока я ее видела как потребитель, я никогда не принимала подобных предложений. Но когда мне рассказали бизнес-план, я поняла, что это инструмент для достижения моих целей. Это единственный инструмент, который мне поможет все-таки вырваться на тот уровень жизни, о котором я всегда мечтала. И вот та работа, которая у нас прошла в первые годы сотрудничества с «Рифлей», это и есть фундамент того, благодаря чему я сейчас на сцене стою и мы закрываем новое звание. Эта работа была с моими удивительными спонсорами. Пригласили меня в бизнес Людмила Олубь-Ивановна, она здесь сидит в зале, моя коллега по работе. И работали мы с Тамарой Курцовой. Профессионализм этого удивительного спонсора, который мне достался, не просто так, наверное, он заложил мощный фундамент моего бизнеса. Все, что было заложено в первый год, на сегодняшний день прорастает. На тот момент пять лидеров, шесть лидеров у меня были. И, конечно, перспективы были блестящие. Поэтому я прошу аплодисменты моим спонсорам. Мы на одной волне с Тамарой Павловной сделали это звание. Ей нужно было золотого директора, уровень золотого директора, мне нужно было вырваться. И мы, не знаю, я, видимо, обычно так же казалось и мне, что это была одна волна, одно мгновение. Директора наши совпали, и мы быстро очень сделали этот бизнес. Но это год с лишним. Но мне казалось, что это быстро, потому что у меня был один-единственный час свободного времени, это воскресенье. Я начала в час, в неделю, и в результате через год с лишним мы вышли на этот уровень. И перспектива, конечно, была блестящая, потому что лидеры были великолепные. Тамара Павловна заложила такой фундамент, такую лидерскую работу провела, что можно было бы моментально вылететь на вот эти высокие звания. Но жизнь нам преподносит разные сюрпризы, разные испытания. То есть все мои перегрузки, которые у меня были до этого, благодаря которым я хотела вырваться в этой жизни, они, конечно, наложили отпечаток на мое здоровье. И в результате инсульт. Очень серьезное заболевание, меня свалило, я упала, и мне потребовалось продолжительное время, чтобы восстановить свое состояние здоровья. Первая мысль, когда я очнулась, у меня была такая, что такое, в чем дело, я еще молодая, красивая, я еще не все сделала в этой жизни, такого просто быть не может, нужно что-то с этим делать. И, естественно, сосредоточилась, и все свои физические силы я бросила на то, чтобы встать на ноги. Но эмоциональное состояние после этого заболевания, конечно, мне пришлось восстанавливать очень много лет. Вот, и, естественно, это дало тормоз в развитии моей команды. То есть все надо было начинать с нуля. И выходить из дома, и я опять хочу рассказать слова благодарности Ольги Владимировны, потому что если бы на тот момент не было бы офиса на вражды, я бы просто не доехала бы, потому что я не могла. Говорить тоже пришлось начинать с нуля. То есть я произносила слово, второго я уже найти в своей голове не могла. На третьем предложении я начинала задыхаться, и я не могла говорить. И это был момент преодоления. Но мы теперь не знаем. Я себя позиционировала всегда только здоровым человеком. О своих проблемах я никому не говорила. Но, соответственно, все равно это отражалось на климате в моей команде. И, соответственно, в этот период кто-то ушел из бизнеса, кто-то ушел от меня. Но самое главное, что в нашем бизнесе и то, и другое является плюсом. Кто-то ушел из бизнеса, но его место заняли новые люди. Согласитесь? Кто-то ушел от меня, но это тоже по нашему бизнесу, это правильно. Потому что наши лидеры должны быть самостоятельные. И в результате команда развивается. Единственный человек, который знал мои проблемы в это время, это была моя дочь. Благодаря тому, что я в этой компании развивалась, прорывалась, я, конечно, дала все детям, что можно в этом мире. В этот момент у меня ночь уже весь мир изъездила, все видела и знала в этой жизни только позитивные моменты. А вот эта такая трагедия в нашей семье, конечно, открыла и другую сторону, да? И мы с ней сидели и ломали голову. Что же нам делать, чтобы возвратить то состояние нашей семьи? Мы не могли смелиться, что у нас что-то негативное было в жизни. И как вы думаете, что мы придумали? Очередное звание должно было решить все проблемы. Моя дочь студентка второго курса ЭДНУР в летние каникулы вышла на холодный рынок. То есть мы решили поменять тактику и решили немножко оставить теплый рынок, чтобы в ужас они не входили от моего состояния. Они ждали от меня прежний, а я была уже не такая. Я не могла много чего делать. И мы пошли на холодный рынок. И в течение лета наработали такой поход, поток людей, что в сентябре месяце, я помню очень хорошо эту цифру, мы зарегистрировали в акцию с ней 160 человек. Она стояла на площади Халинина, а я сидела в офисе на Ображной и принимала людей на презентацию. Вначале говорила по одному слову, потому что второе найти не могла. Потом стала говорить три слова, потом три предложения, потом пять предложений. И в результате навык, уровень профессионализма был восстановлен. У нас была с ней такая цель. Она тогда хотела поехать в Америку. И я, конечно, не сказала, что никогда в жизни из-за каких-то проблем наших семейных ты не изменишь свои планы. Потому что я научила детей мечтать. А для меня вот этот момент был важен для восстановления моего профессионального навыка. Мы с ней это сделали. В результате к Новому году она вышла на 22%. Затем свое дело, как говорится, сделали. Сделала она. И ее инициативу для моего поддержания, поддержания нашего бизнеса семейного присоединился ко мне сын. И то же самое. В такие же строгие в течение полгода мы с ним сделали 22%. И в результате вот эти три группы, они в принципе уже были. Но так как дети временно ко мне присоединились и поддержали меня в этом бизнесе, а сейчас он развивается в своем направлении, да, они никогда не выходили одновременно на такой уровне, чтобы поддержать это звание. Что происходит сейчас. Ну и поэтому вот эта история моего бизнеса. И я хочу с большой благодарностью, благодарность, слова благодарности сказать своей команде, которая все эти годы была со мной. Потому что, сами понимаете, это была очень огромная поддержка. В то же время я понимаю, принимаю и уважаю выбор тех, кто стал работать самостоятельно. И хочу вам представить свою команду, с которой я сейчас иду к званию, к новому званию. Это команда самостоятельного директора Алины Переваловой. Это команда моей дочери, но так как ее нет в саде, я хочу поприветствовать новую команду, которая прям буквально ворвалась в наш бизнес и стремительно развивается. Это команда Татьяны Переваловой. Третья команда, команда моего сына, который тоже сейчас развивается в своем деле. В этой команде, это как раз команда моих верных соратников. Моя дружная, моя любимая команда, с которой мы прошли все эти годы. Команды Елены Переваловой. И нового лидера, который взорвался в наш бизнес, Анны Александром Кискиным. Будьте знаменимы. И четвертая команда, о которой вы тоже скоро услышите. Это команда тоже моего соратника с первых дней в одной мы команде. Команда Надежды Родионовой, которая пришла нам в первую очередь на здоровье. И всегда удивительная команда. И в этой подруге Александра Косаковой, которая за собой привела молодежную команду, которая сейчас развивается в онлайне, Светлана Кудяковой. Огромное спасибо. Это история. Еще пару слов о позиции. Позиция, конечно, всегда с первых дней только серьезная. Я не понимаю, как можно несерьезно относиться к такому большому бизнесу, великому бизнесу. Как только я получила деловое предложение от Тамары Павловны, я просто с этого момента не понимала, как можно, например, подделать 150 баллов. Как можно не приглашать людей. Мы ведь именно по этому поводу соединились, было сделано деловое предложение. Поэтому только серьезная позиция. Ну а на сегодняшний день у меня есть такая тоже своя личная позиция по отношению к этому бизнесу. Но это моя личная. Но может быть она кому-то поможет принять какое-то решение. Мы зовем этот бизнес и приходим в этот бизнес совсем без вложений. Главный наш посыл – это бизнес без вложений. Это действительно так. До уровня серьезного директора мы приходим сюда и не вкладываем ничего. То есть мы строим этот бизнес благодаря великолепным и льготным условиям акций, которые мы даем в компании. То есть войти в большой бизнес и так, на таких льготных условиях вы нигде никогда не войдете. Мы строим этот бизнес благодаря профессионализму, высокому уровню нашего спонсора. И огромной помощи команды. Как только мы выходим на уровень директора, мы получаем доход постоянный. Вот новички сейчас, которые выходят, они нам рассказывают, что где-то там полмиллиона лежит уже на счете. То есть с этого момента у нас два варианта. Или оставаться на этой же позиции и как бы брать, выжимать из этого бизнеса все, что мы можем. Или развиваться дальше, пойти в большой бизнес. И здесь я тоже промолчала по поводу вложений. Здесь начинаются серьезные вложения. Любой бизнес требует вложений. Что это такое? Вложения. Это безусловно повышение своего профессионального личностного уровня. Большой бизнес делают большие люди. Ну это семинары, это конференции, это обучение и так далее. Это создание систем в своей команде. Система рекрутирования, система обучения новичка, система обучения лидера. Это создание платформы, на которой ваша команда сможет развиваться. И онлайн платформа, и офлайн платформа. Все вот эти годы восстановления своего и здоровья, и профессионального уровня я занималась этим вместе со своей командой. И тоже огромная ей за это благодарность. Мы создали их, ну во-первых, все конференции, все семинары, которые объявляла команда, конечно, я там присутствовала. Из каждого привозила все идеи оттуда. При любом состоянии здоровья. На последнем семинаре раскручу директоров я была в ГИПСе, и с температурой. Но все равно я идею в команду обязательно привезла. Мы создали вместе с командой системы, системы рекрутирования. У нас система рекрутирования и на теплом рынке, и на холодном рынке. Всегда в зимний период я оплачиваю, у нас команды оплачивают места для рекрутирования. И система рекрутирования онлайн. То есть я всегда во все проекты включаюсь. Могу, не могу, это не важно. Важно включиться, чтобы для команды было обязательно то место, где она могла бы это делать. И, естественно, платформа. И онлайн-платформа. Огромная благодарность лидерам, с которыми мы соединились и сделали великолепный проект менеджера онлайн. И, конечно, оффлайн-платформа. Это офис. У нас великолепный, чудесный, комфортный офис со всеми программами, которые дает нам компания. И Лайк Плюс, и Лип СПО. Поэтому все, что для нашего бизнеса есть, и, естественно, он начинает дать результаты. И я думаю, что я просто уверена в этом, что новые звания просто-напросто у нас уже прямо на горизонте. Огромное спасибо вам и всем я желаю идти вперед. Роста, новых званий, стремительного роста. Пускай вас не останавливает ничего. В этом бизнесе нет ни одной причины, чтобы его не делать. И масса причин, чтобы его делать. Пойдем вперед и забываем звание. Я не могу удержаться от того, чтобы не добавить свои несколько слов. Каждый лидер, выходя на сцену и говоря свои слова, абсолютно точно открывает какой-то секрет. И сейчас Оля тоже нам сказала, и, пожалуй, не один, но на одном я хочу акцентировать. Когда вам люди говорят, у меня нет времени, я не могу, у меня не получится, или я болен, не верьте. Потому что опыт Ольги сейчас доказывает, в каком бы состоянии человек не находился, если он хочет, если он хочет изменить свою жизнь, он найдет и час времени в неделю для начала. Он найдет силы в себе, и он это обязательно сделает. И наша задача, как я уже сказала, во-первых, найти ту изюминку, за которую можно зацепиться, чтобы сматерировать человека. И так-то любой человек, отбросив все отговорки, пойдет и встанет рядом с вами. И еще я хочу сказать. Оля Критцина из огромной структуры Людмилы Александровны Первой, бриллиантного директора моей организации. Я хочу сказать, что это абсолютно самостоятельная веточка. Людмила Александровна, нет в зале, скажите. Мы бы ее поприветствовали. Потому что Людмила Александровна обучила огромное количество новичков, огромное количество менеджеров и своей, и не своей организации. И за это ей низкий поклон. И вот именно из ее организации выходят такие потрясающие лидеры, как Ольга Критцина. Яганас Брамс, слова Шмидта, Ода Сахова, исполняет Ренат Шорохов у рояля Нелли Щербина. Ренат Шорохов, обладатель редкого, уникального голоса. Таких голосов в России всего пять. Контр-тенор, консультант Алифлейн. Контр-тенор, консультант Алифлейн. Контр-тенор, консультант Алифлейн. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.